В студии выпусков новостей, Амир Кедрасов. Здравствуйте. Сегодня состоялась традиционная встреча главы администрации города Кумертау Бориса Беляева с активом Совета ветеранов. О чем говорили на встрече узнавала наша съемочная группа. Встреча проходит накануне Дня пожилых людей, поэтому формат неофициальный. Разговор шел за чашкой чая. Вначале глава администрации Борис Беляев рассказал ветеранам о социально-экономическом положении Кумертау. В частности, о предстоящем получении статуса территории опережающего социально-экономического развития. 4 числа поедем в Москву опять, чтобы получать статус территории опережающего социально-экономического развития. Это для нас очень важный статус. Он дает нам возможность работать с крупным бизнесом, с крупными инвесторами. Борис Владимирович отметил, что инвесторам будет выгодно прийти в наш город, потому как ожидаются хорошие льготы по налогам и страховым платежам. И уже сегодня площадками, такими как здание бывшего машиностроительного завода «Искра» и профессионального училища номер 33, серьезно интересуются крупные бизнесмены. В случае успешного решения вопроса город получит новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Участники встречи не обошли стороной тему о состоянии градообразующего предприятия КомАПП, о нынешнем состоянии которого говорил председатель Совета ветеранов завода Олег Шевчук. По его словам, руководство предприятия делает все возможное для того, чтобы завод наращивал производство. О сокращениях, как это было в определенное время, вообще не может идти и речи. Работа идет полным ходом. У нас такого не было, чтобы модернизированные вообще испытания проходили по 20 часов. 20 часов налетать надо на каждую машину. Это вот К-27 и 9, 8 машин К-29. Вот сейчас сутками работаю. В то время, когда я руководил, когда-то был у руля производства, в то время вот так мы и работаем. Значит, по 12, по 14 часов. На встрече много говорилось и о планах на будущее. Это и благоустройство территории, строительство лыжероллерной трассы, облагораживание тропы здоровья, ход работ на ледовой арене, асфальтирование дорог и многое другое. Интересующие вопросы ветераны задавали в ходе беседы, но и обратились к главе администрации с некоторыми пожеланиями и рекомендациями. В концертном зале Дома культуры «Рассвет» для представителей старшего поколения было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Этот день – день самых дорогих для нас людей – мам, пап, бабушек и дедушек. Для представителей старшего поколения городские ансамбли и исполнители подготовили праздничную музыкальную программу. Также для гостей мероприятия выступили детские коллективы с танцевальными и вокальными номерами. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Артисты подарили присутствующим массу положительных эмоций. В этот вечер в концертном зале не было свободных мест. В такой прекрасный осенний день отмечается день мудрости, день опыта, день уважения к старшему поколению. И хотелось бы в этот день поздравить всех наших горожан, достигших этого зрелого, достойного, золотого возраста, пожелать им крепкого здоровья, успехов, счастья, любви, семейного благополучия, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, чтобы они испытывали гордость за своих внуков и детей. Для нас ветераны, построившие город, всегда будут являться тем родительским домом, тем тылом, в который мы все периодически приходим и просим помощи, и напитываемся энергией, и спрашиваем совета. Поэтому хочется, чтобы это продолжалось всегда, и переемственность поколений никогда не останавливалась. Хочется также пожелать и молодым людям, чтобы они с большим уважением относились к старшему поколению, потому что все мы достигнем этого возраста, и все мы придем с каким-то результатом к нему. Поэтому как можно внимательнее и нежнее относиться ко всем окружающим нас людям, к старшим, пожилым, тем, кто может быть сейчас нуждается в самом главном, во внимании и в общении. В минувший четверг в городском отделе управления службы судебных приставов состоялось совещание в какой-то степени итоговое. Коллектив подводил итоги деятельности под началом Зарифа Байгускарова, который теперь переходит на службу в Государственную Думу. На совещании были рассмотрены темы выполнения плановых прогнозных значений, установленных ФССП России, и статистические данные за год по выявлению административных нарушений и уголовных дел. По республике, по республике у нас в этом году поступило на 229 тысяч производств больше, ну и окончено на 229 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть, в принципе, у нас идет динамика положительная, идет прос, окончание спампроизводств, у нас она выше средней российского уровня, то есть мы, республика Башкорстан, управление работает лучше, чем среднем по России. Специалисты службы управления судебных приставов посетили Кумертауский филиал с целью проверки выполнения указанных показателей, а также для оказания практической и методической помощи сотрудникам отдела совместного изучения нормативных документов, поступивших в аппарат управления. По статистике, Кумертауский городской отдел среднего показателя у нас за 8 месяцев, потому что 9 месяцев у нас еще не закончились, по основным показателям он выполнил. А также те показатели и те указания руководителя, которые были направлены и даны в течение 2016 года, в основном они у нас выполняются, в том числе и Кумертауским районным отделом. В завершении встречи были обсуждены варианты устранения недостатков, выявленных в рамках проведенной проверки. Главный судебный пристав Зариф Байгускаров, являющийся также депутатом Государственной Думы от Башкортостана, планирует не только помочь улучшить систему работы службы судебных приставов, но также принять активное участие в социальной деятельности других городских сфер. Имеется указ президента Российской Федерации о праздновании столетия образования Башкистской автономной Советской Советской Республики, и к этому, так и знаменитой дате, приручено постоянное объектов. Я обращался к руководству Республики Башкорстан, чтобы помочь городу Кумертау построить детский сад поселком Маячном на 150 мест, почти на 100 миллионов рублей. Ну и было получено, в общем-то, одобрение, что данный вопрос будет решен, будет оказана помощь городу Кумертау в строительстве данного детского сада. Я думаю, что это будет такая большая помощь городу Кумертау и его жителям, если это будет такой детский сад современный. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В городе завершился второй семинар по предпринимательству. 29 сентября уклон был сделан на реализацию товаров наших производителей. Подробнее об этом и другом расскажет мой коллега Константин Меркушев. 29 сентября в здании АРТ прошел семинар-тренинг на тему вопроса сбыта и продвижения продукции товаропроизводителей Республики Башкортостан. В зале собрались в основном начинающие предприниматели. Цель данного семинара, на первый взгляд, очень проста. Это продвижение нашего товаропроизводителя на российский рынок. Для этого необходимо досконально изучить каждый этап тренинга. Есть теоретическая часть основы рекламной деятельности. Элементы маркетинга разбираем, каналы стимулирования сбыта, которые, естественно, подкрепляю конкретными примерами, связанными с собственной деятельностью в качестве предпринимателя и опыт других предпринимателей. И достаточно большое количество времени, вторую часть семинара, мы потратим на работу с людьми. А именно, большой уклон делали на правильное и грамотное управление персоналом. В основе обучения лежит мотивация как у предпринимателя, так и у его рабочего персонала. «Научу, как определять эту мотивацию. Они поработают собственной мотивацией, поймут, на что они ориентированы. И еще блок у нас будет касаемый личных продаж, как устанавливать контакт с клиентом, как оценивать результаты своей деятельности, элементы целеполагания, чтобы наши сегодняшние предприниматели вышли, понимали, что завтра можно что-то поменять в своей работе, и получится результат». Семинар-тренинг посетили около 30 предпринимателей. Для города это высокий показатель. Некоторые из них приходят охотно, откладывая свои дела, чтобы получить новые знания. «В плане направления рекламной деятельности, допустим, много интересных, новых моментов. А какие из них? Ну, например, тоже выявление уникального торгового предложения, то есть некоторые рекламные стратегии, которые озвучились, мне тоже понравились». По окончании все присутствующие получили большой багаж знаний. Кроме этого, предпринимателям выдали методические материалы и обучающие диски. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Соответствует ли требованиям качество дорог? В Кумертау начато испытание асфальтобетонного покрытия на отремонтированных в этом году улицах. Проверку проводят специалисты независимого центра дорожной экспертизы. Для исследования был взят образец прямо на проезжей части. Уже в лабораторных условиях будет замеряться толщина покрытия, его плотность и качество состава. Что же делается на участке дороги по улице Советской? Внимание проезжающих здесь в пятницу автолюбителей и проходивших пешеходов привлекли проводимые работы. Работники дорожной службы производили вырубку асфальта. Всё дело в том, что улица асфальтировалась одной из первых этим летом. И сегодня независимый центр дорожной экспертизы выбрал этот участок для проверки качества асфальтобетонного покрытия. Вырубленный кусок асфальта будет направлен в Уфимский центр для лабораторного контроля. Специалисты замерят толщину покрытия, его плотность и следуют качество состава. Технология укладки асфальтобетона. Проводится измерение параметров автомобильной дороги. И вот на данный момент отбираем пробы на дальнейшем испытании асфальтобетонных проб в лаборатории. Там будут испытываться на физико-механические свойства. Результаты экспертизы будут известны в течение нескольких дней и переданы заказчику. В данном случае администрации. В свою очередь работники железнодорожной службы уверяют, трудились на совесть. Так что за свою работу спокойны. Айгуль Мухамедшин и Ярослав Кондратьев. Новости. Ежегодно в Уголовный и Административный кодекс вносятся изменения. И большинство не знает, каким последствиям могут привести неосторожные действия. Подробнее узнаем у старшего дознавателя отделения дознания МВД России города Кубертал Татьяны Коротковой. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Скажите, какие изменения произошли в Уголовном и Административном кодексе за последнее время? Здравствуйте. Вступил в закону силы федеральный закон 323 о 3 июля 2016 года в отношении семейных бытовых происшествий. То есть произошли изменения в статье 116 Уголовного кодекса, которая раньше считалась статьей частного обвинения. Сейчас она относится к частно-публичным обвинениям. Раньше статья 116 подразделялась на две части. Сейчас она состоит из одной части. Она гласит так. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинившие физическую боль. В отношении близкого лица, равной с хулиганских побуждений, или по мотивам политической, расовой и других, значит, вражды. Да. Какое наказание последует по этой статье? Максимальное наказание предусмотрено по данной статье до двух лет лишения свободы. Если ранее по первой части она состояла, когда из двух частей наказание в виде лишения свободы не предусматривалось, то сейчас она, так как состоит из одной части, наказание предусмотрено максимально до двух лет лишения свободы. Скажите, кто относится к близким людям? Это лица, состоящие в родственных связях между собой. Это родители, дети, внуки, бабушки, дедушки, усыновители, попечители или лица, ведущие в общее хозяйство. То есть, если между собой они являются сожителями. В отношении других лиц предусмотрена административная ответственность. То есть, произошло изменение, вступив в законы силы статья 6.1 Административного кодекса, который тоже называется «Побоя». В отношении других лиц возбуждается административное производство, и гражданин также может быть привлечен к административной ответственности. Если, будучи привлеченный к административной ответственности, он опять совершает административное правонарушение, то в последующем он будет уже привлечен к уголовной ответственности по статье 116.1 «Побоя». Спасибо. Напомню, у нас на связи была майор полиции Татьяна Короткова. Она рассказала нам об изменениях в уголовном кодексе. Ученым советом Кумертовского филиала ОГУ учреждена стипендия студентам, достигшим высоких результатов в учебной, научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности. 29 сентября в торжественной обстановке состоялось выручение сертификатов на получение именных стипендий. На очередном заседании ученого совета Кумертовского филиала Оренбургского госуниверситета подвели итоги за прошлый учебный год. А они значительны. Это участие и победы на молодежных форумах, конкурсах, соревнованиях. Таких как региональный образовательный форум «Смарт-Тау», форум Приволжского федерального округа «Иволга», второй международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в секции «Молодежное предпринимательство», форум «Территория смыслов на Клязьме», чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, фестиваль «Студенческая осень», конкурс творчества молодых и другие. И все это стало возможным благодаря активной работе студентов и преподавателей. Наиболее отличившиеся отмечены на разных уровнях. Так, на торжественном мероприятии поздравление принимал заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий Сергей Федоров. Ему присуждена ученая степень, кандидата наук. В рамках форума «Уралстройиндустрия» проект, разработанный на кафедре городского строительства и хозяйства, удостоен Кубка и диплома второй степени по номинации «Профессиональное образование в строительстве». Награда вручена исполняющему обязанности заведующего кафедрой Ольге Рахимовой. За выдающиеся способности в учебной и научной деятельности студент филиала Никита Козлюк удостоен стипендии правительства Российской Федерации в размере 5000 рублей в месяц. Именную стипендию ученого совета Кумертаусского филиала Оренбургского госуниверситета в размере 3000 рублей будут получать студенты, отличившиеся в учебной и научной работе, культурно-массовой и общественной деятельности в спорте. Ребята прошли конкурсный отбор среди всего студенчества нашего филиала и получили такое достойное право быть отмеченными и получать в течение всего года вот такую замечательную материальную поддержку и продолжить свое участие в различных творческих, спортивных, научных мероприятиях. Среди награжденных Денис Назаров. Денис является капитаном команды КВН по ГОСТу, ставший победителем турнира на Кубок ректора АГУ. Главный актер театральной студии филиала, занявший первые и вторые места в фестивале «Творчество молодых» солист танцевальной студии. Если честно, это неожиданная информация для меня была, когда мне сказали, что будут награждать сертификатом на стипендию ученого совета. Я немножко растерялся, но потом мне объяснили, за какие заслуги будут награждать. И да, это для меня, наверное, большая ответственность, то, что я являюсь капитаном команды КВН и хочу дальше, наверное, развивать. На церемонию награждения приглашены и родители студентов. Ректор филиала, доктор педагогических наук, профессор Валерий Онищенко поблагодарил каждого из них за достойное воспитание детей. Я чувствую восхищение. Во-первых, АГУ – замечательный филиал, который воспитывает и дает возможность детям проявить себя. Но мы вместе с мужем, с Назаром и Нерзинатовичем, воспитались замечательного ребенка, который проявил себя. Вместе с родителями награду получал и Семен Власов. В 2015-м он стал победителем регионального этапа чемпионата России профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и был удостоен диплома и медали. Я из нашего филиала выезжал первый на соревнования WorldSkills по автомобилям и автомобильному хозяйству от нашей кафедры, от УГУ. Ответственность после этого мероприятия, конечно, очень большая теперь у меня. Сейчас будет дальнейшая, наверное, опять поездка в Оренбург туда же для этого же соревнования. Персональной стипендии удостоена и Татьяна Харитонова. Она выиграла гранты в размере 30 и 100 тысяч рублей на реализацию проектов «Гончарная мастерская» и «Мастерская добра». Всего в этом учебном году стипендии ученого совета будут получать 10 студентов. Торжественное мероприятие завершилось выступлениями творческих коллективов филиала Оренбургского госуниверситета. А талантов здесь немало. Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. По случаю памятной даты в Свято-Софийском храме села Ира была отслужена божественная литургия. Песня. 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 Еще тогда просто Иерем Виталием, он начал восстанавливать данный храм, полностью с нуля восстановил его. А потом, по указу владыки, это стал Марф Мариинский женский монастырь. Весь православный мир чтит память святых великомучениц, а их история является символом духовной стойкости и истинной веры, по сей день восхищая и воодушевляя людей. Святая София и ее дочери не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее. Об этом было доложено императору Адриану, и он попытался убедить их принести жертву богине Артемиде. Но христианки оставались непреклонны даже после жестоких истязаний. На глазах у матери девушки были обезглавлены. С тех пор в этот день проводятся служения в честь великомучениц. Для божественной литургии хором храма были разучены торжественные песнопения. В этот день в своих молитвах люди, обращаясь к святым великомученицам, просят о мире и согласии между детьми и их родителями. В честь их памяти девочек называют именами «Вера», «Надежда», «Любовь» и «София». Чтобы здоровым и сильным быть, нужно всем со спортом дружить. Именно под таким девизом проходил спортивный праздник физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Что за соревнования и кто в них участвовал, смотрите в репортаже Константина Меркушева. 30 сентября в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» состоялся спортивный фестиваль среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. В этом году принять участие в состязании приехали спортсмены из Трелитамака, Милюдзе, Салавата и, конечно же, Кумертау. Всего около 10 спортсменов состязали в спортивном празднике. Перед началом соревнований в адрес участников прозвучали напутственные слова. Представитель депутата Государственной Думы Риммы Баталовой Айдар Шеребкулов подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий, отметив, что вице-президент Паралимпийского комитета России Римма Баталова уделяет большое внимание проведению спортивных фестивалей. Естественно, Римма Акбердин всегда уделяет огромнейшее внимание детям, молодежи и, конечно же, спорту высоких достижений, паралимпийским видам спорта. Проведение грандиозного фестиваля спорта проводилось регионально-общественным фондом молодости нации Республики Башкортостан. Надо сказать, что спортивный праздник выдался на славу. Участники изо всех сил поддерживали друг друга, демонстрируя при этом, что главное, зачем они приехали сюда, это участие и общение. Я думала, пробежала хорошо, думаю, жюри поддержит. Чтобы дети сами себя показали, чтобы все у них было хорошо, чтобы не сомневались в своих успехах. После заключительного забега призеры были награждены почетными грамотами, медалями и кубками. Этот спортивный фестиваль далеко не последний. По словам организаторов, подобные спортивные мероприятия планируют проводить и в других городах Республики. Эти соревнования проводятся уже не первый год. Площадка выбрана сегодня Кумертал. В принципе, Кумертал очень хороший город, интересный администрация и реабилитационный центр пошли навстречу, поддержали проведение такого грандиозного мероприятия. И я думаю, что в последующем это тоже будет, наверное, традиционное мероприятие для этого города. С 22 по 24 сентября в Италии прошел чемпионат Европы по настольному теннису для слепых. Ему предшествовал чемпионат России, где наша кумерталовская теннисистка Ильвина Насирова заняла первое место, после чего она смогла принять участие в соревнованиях, прошедших в Италии. Сборы перед чемпионатом проходили в течение 10 дней на территории Тверской области. По словам тренера Ильвины, условия на базе оказались недостаточно приспособленными для проведения тренировок. Отсутствовал тренажерный зал и бассейн. Но все для комфортного проживания спортсменов было организовано достойным образом. Тренировки проходили на чешском столе, так как в Европе играют именно на них и с более тяжелыми мячиками канадского производства. Поэтому нашим игрокам пришлось менять тактику игру, перестраивая ее под новые технические условия. В начале сборов мы, конечно, дня 2-3 ходили такие оглушенные, никак не могли понять, как же на этом столе играть, как этим мячиком играть. То есть, казалось бы, мячик по форме такой же, но он буквально несколько грамм тяжелее. Тут же меняется техника, игра и тактика, и все-все остальное. Но вот к этой специфике более-менее привыкли. И тот, кто лучше всего адаптировался, тот и показал ему какой-то результат на чемпионате Европы. Вместе с Эльвиной Насировой в российскую сборную вошли спортсмены из городов Тверь и Ленинград. Теннисисты из 14 стран приняли участие в чемпионате. По словам нашей спортсменки, ей пришлось соперничать с участниками, играющими на более высоких скоростях, с лучшей обороны и в целом с превосходным уровнем подготовки. В командных играх я участвовал в первый раз, потому что на российских соревнованиях командных игр не проводятся. Но это уже в дальнейших планах, конечно. В командных играх достаточно очень интересно играть, потому что не знаешь, против кого ты встанешь, против мальчика или против девочки. Все так неожиданно происходит. Несмотря на высокий уровень подготовки соперников и новые технические условия игры, Ленинград удалось выиграть в первый же день две игры из трех. И в итоге попасть в десятку сильнейших спортсменов. Я заняла десятое место, попала в десятку лучших ракеток мира на данный чемпионат. Ну, очень сложно было играть. Ну, кого выиграла, те не обиделись. И последнее. Цифровой телевидь. Наконец, добралось и до Кумертау. Новую вышку в районе Пионерской горы возвели еще в прошлом году, однако раздавать сигнал она начала только в сентябре этого года. Телерадиоканалы в цифровом виде теперь можно поймать на обычную комнатную антенну. Подробности в нашем материале. Объявление. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью телерадиокомпания «Арис» реализует цифровые телевизионные приемники для просмотра 20 каналов эфирного цифрового телевидения без абонентской платы. Обращаться по адресу Парк культуры и отдыха имени Гагарина телерадиокомпания «Арис». Телефон 44424. Будущее в тестовом режиме наступило в Кумертау в середине сентября. Это объявление на радио «Арис» одно из важных знамений наступления эры цифрового телевидения в Кумертау. А этот нехитрый электронный прибор это наш проводник в мир четкой картинки без помех. 20 бесплатных телеканалов высокой четкости HD теперь неотъемлемая часть жизни кумертаусов. Для их приема большинству телевизоров необходима специальная цифровая приставка и обычная антенна. Есть и телевизоры с уже встроенным приемником, но сейчас это скорее редкость. Приставка ловит не только телевизионные, но и радиоканалы. Для переключения между ними хватает нескольких простых манипуляций. Все настраивается автоматически и довольно быстро, даже местное время. Одним из первых преимущества нового телевидения оценил Эльдар Якшибаев. До покупки цифровой приставки на комнатную антенну он худо-бедно принимал 7 телеканалов. Выбочная комнатная антенна, но постоянно приходилось крутить антенну, настраивать там на каждый канал. А здесь я смотрю очень красиво. Советую приобрести этот усилитель каналов и цифровое телевидение посмотреть. Но не пожалели? Нет, я доволен. Первый, Россия 1 и 24, НТВ, Пятый канал Петербург, ТНТ, СТС, Карусель, Муз-ТВ и другие телеканалы попали в бесплатную раздачу новой цифровой вышки. Ее каркас в районе Пионерской горы подняли еще в прошлом году. Однако, чтобы она начала раздавать сигнал должным образом, потребовалось время. Сейчас это, можно сказать, типовой объект, построенный в рамках федеральной программы развития телерадиовещания. Данная вышка принимает каналы посредством спутниковых антенн, затем распределяет их на округу по технологии DVB-T2. Это цифровая технология наземного эфирного телевещания, которая заменяет текущую технологию Т и позволяет просматривать телеканалы первого мультиплекса в качестве HD. Цифровая вышка в Кумертауне первая и не последняя в республике. Только за сентябрь такие появились как минимум в пяти районах. Их вещание уже охватило 60% Башкортостана. Попасть же в большое сообщество цифрового зрителя очень просто. Достаточно приобрести специальную цифровую приставку и обычную антенну. Что ж, это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин